за рубежом, которые разделены больше по функциональному признаку. До того, как мы приступим к регистрации иностранной компании, нам нужно понимать, какие у нас цели. Если наша цель налоговый эффект, то нам нужно сесть и оцифровать его с теми затратами, которые мы будем нести на открытие этого офиса. Когда я говорю про затраты, я говорю не только про деньги, я еще и говорю про время, внимание, которое вы будете выделять этому офису. Потому что в бизнесе время это не менее важно, чем деньги. Далее мы переходим к истории о битидеятельности этой компании. То есть, наверное, не для кого-то секрет, что в разных юрисдикциях интересно заниматься разным бизнесом. То есть, например, если мы говорим о тренинговых историях, то это, например, пример ОАЭ. А если мы говорим об IT-историях, то это пример, где есть развитые, скажем так, IT-бокс-режимы, которые нам позволяют экономить на налогах, например. Или просто, ну или как-то упрощают жизнь компаниям за рубежом там. Далее мы должны определиться с юрисдикцией для банка. Этот вопрос важен, потому что, ну в первую очередь стоит понимать, что если у вас компания в одном месте, а счет в другом, то это не страшно. Здесь больше речь идет о том, как бы это зарегистрировать компанию так, чтобы счет в нужной вам юрисдикции было бы, ну, например, не все банки будут работать с беляей и с белизом, например. После вопросов о цели, вопросов о будущем виде деятельности и банке, мы приходим к вопросу об осязаемости компаний. Это на текущий момент самый важный вопрос, который должен заботить будущих бизнесменов, которым нет ПВТ. Осязаемость или собственность – это третий вопрос нашего сегодняшнего урока, и он говорит о том, насколько ваша компания в другой стране будет реальна. Определение операционной компании вы можете видеть на слайде. То есть это юридическое лицо, через которое ваш бизнес продолжается в другой стране. Бизнес может быть любым, то есть это может быть retail, обязательный услуг, все что угодно. Ходингова компания – это подбит операционный, подбит SPV, ее главная цель – это владеть какими-то активами, и это владение может быть как полное владение, то есть компания полностью владеет рядом юридических лиц, как частичный. Здесь основимся на двух важных дисклеймерах. Первое – это то, что жесткой границы между определениями нет, ключевая разница в том, что SPV – это операционная компания, она функционально что-то делает, то есть она занята каким-то бизнесом. Она что-то производит, что-то, если оказаны какие-то услуги, продает какие-то товары, она занята каким-то активным делом. Ходинговая компания, она владеет, она пассивна по своей студии, она ничего не создает, она покупает, продает акции, покупает, продает какие-то нематериальные объекты, которыми владеет, которыми оперирует. И далее мы будем вести речь о целях создания иностранной компании. Мы будем их разделять на функциональные и на цели открытия хозерной компании, и здесь следует отметить, что в принципе цели не исключительные, то есть, скажем, SPV может, операционная компания может активно работать, при этом владеть акциями против другой компании. В этом ничего такого страшного нет. Какие проблемы решает операционная компания? Операционная компания занята решением функциональных каких-то проблем. Здесь в функциональных проблемах я говорю вопрос подстройки под юрисдикцию, я говорю вопрос подстройки под контрагентов в вашей другой стране. То есть SPV в большей степени решает какую-то функциональную, какую-то явно четко поставленную функциональную задачу, которая поможет вам производить благо и зарабатывать деньги в другой стране. Первым таким наиболее явным задачей, которую можно решить, это подстройки под юрисдикцию. Что это значит? Например, для того, чтобы в Литве заниматься гемблами, условно говоря, в Беларусской компании нужно получить лицензию. А по условиям местного регулятора, лицензию такую получить беларусь не может. Наш единственный выход в структурировании в Литве получения лицензии, продолжение работы. Это касается всяких разрешений, лицензий, сертификатов и прочего. Вторым, как мы примем, из основных моментов регистрации иностранного офиса, это подстройка под контрагентов иностранной юрисдикции. Здесь речь идет о том, что зачастую контрагенты IT-компании просят структурироваться за рубежом, потому что проще платить компании, которая находится в той же правой системе, которая вот она рядом, а не где-то за океаном. И это первый вариант. А второй вариант есть, ну, говорят, скажем так, есть редко-форум сервисов, которые просто Беларусь по дефолту не платят, что заставляет белорусского бизнесмена выходить на международный рынок, структурировать компанию и от имени этой компании продавать, зарабатывать в другой стране с помощью платформы. Ну, такой простой причиной регистрации компании с жрежем может быть просто администрирование бизнеса на территории другой страны, когда у вас есть ряд каких-то клиентов, и вы по ним просто приходите в понимание, что ну, проще там завести юридическое лицо, проще там принимать платежи, чем администрировать бизнес из Беларуси и выбавлять в правила валютного регулирования. Для некоторых компаний, некоторых бизнесов структурирование иностранца означает возможность обойти санкции. Наверное, для нас не очень применимо, но может быть применимо и для России, потому что там, ну, в связи с текущей ситуацией с российским бизнесом. СПД тоже может создаваться для активных финансовых операций каких-то, для активного инвестирования в другие компании, для привлечения инвестиций. То есть это не, скажем, привлечение и осуществление инвестиций, это вот не исключительная задача холдинговой компании. То есть, в принципе, СПД тоже может этим заниматься. Иногда, иногда бизнесмены структурируют компанию за рубежом, для того, чтобы получить и гражданство, или ВНГ в другой стране. Тут опять же, как пример, Кипа, Лимфавата, Испания. Это вот те страны, которые позволяют получить ВНГ гражданство за инвестиции, которые осуществляются через компанию. Далее мы переходим к вопросу о том, зачем создается холдинговая компания. Здесь основная роль холдинговой компании, такая классическая, это отделение массы от бизнеса. То есть создается юридическое лицо, в рамках которого через которое вы начинаете владеть всеми своими портфельными активами. То есть это акции, доли основных фондов других компаний, это какие-то нематериальные активы. То есть, ну, все таким образом создается структура, через которую вы отделяете себя от бизнеса, вы переструктурируете финансовый поток. То есть, ну, не стоит распределять все дивиденды, нужно что-то распределить себе, а что-то оставить в бизнесе. И вот холдинговая компания в этом плане неплохой инструмент. Также существует, ну, меньшая вероятность привлечения к чрезидиарной ответственности. Второй целью открытия фондовая компания за рубежом является вопрос налогового структурирования. То есть здесь, опять же, оставшиеся деньги, которые вы с нами себе, как дивиденды, уносить в лицо, вы можете каким-то образом реинвестировать в другие бизнесы. Ну, например, минуя при этом разрешение названия на покупку акций. Компания в другой стране. С помощью холдинговой компании вы сможете также администрировать ваши финансовые потоки. То есть, например, если вы видите, что в вашем бизнесе у компании А извается нормально, у компании Б извается плохо, вы с компанией А снимаете дивиденды, даете дань на компанию Б, и вы решаете вопрос структурирования финансов внутри своей группы компании. И, наверное, самым таким классным основанием для того, чтобы открыть фондовую компанию за рубежом, это структурирование инвестиционной сделки. Здесь речь идет о том, что зачастую иностранные инвесторы, он просит открыть компанию в той юрисдикции, которая ему понятна с точки зрения закона. К сожалению, белорусское корпоративное право не содержит большого количества какого-то внятного регулирования акционов, внятного регулирования корпоративного договора или акционерных соглашений. Да, для ПВТ сделали очень хорошую вещь, у них сейчас все это можно делать, какие-то вещи, заверения, гарантии, indemnity, акционы, это все очень круто и классно, но, к сожалению, пока для всей страны это неприменимо. Поэтому иногда приходится выходить на создание иностранных компаний для того, чтобы осуществить инвестиционную сделку. В Беларуси два классических, ну, если не брать ПВТ, два классических способа регулирования отношений между партнерами. это устав и договор по осуществлению прав участников или акционерное соглашение. У них есть две проблемы. Помимо того, что у них слабо правовое регулирование, то есть нет инструментов, нет судебной практики, у устава проблема – это публичность. Публичность ответственно в чем? Вы вторую копию устава относите к исполкому. С другой стороны, устав, он как документ, больше функционально заключается в том, что он регулирует отношения между собственниками, директором и советом директором, если своих директоров есть. То есть это как бы документ, который выстраивает вашу архитектуру органов управления. С другой стороны, договор об осуществлении прав участников и акционерное соглашение, они имеют очень узкое правовое регулирование. То есть это реально на уровне одной статьи для договора об осуществлении прав участников и для акционерного соглашения в законных вузах. Это очень мало. Более того, есть торфейдинг в том, что между всеми нельзя заключить это соглашение. Ну что, как бы, а зачем тогда его суды заключать, если нельзя между всеми. Вот. И, ну, как бы, отсутствие судебной практики. То есть у нас, как бы, пока что судьи, ну, как вам сказать. Если в Европе судья 20 лет сидит и решает вопросы с решением какого-то ситуации, например, дедлока, да, когда у нас в каком-то органе управления стопорится, придется какое-то решение. То есть, например, у меня 50%, у парклера 50%. У нас есть решение, которое мы можем принять только всеми 100% наших голосов. Мы пытаемся это решение принять, у нас ничего не получается. Бизнес тормозится, наступает бедлог. И вот там мы можем, как бы, это прописать на основании закона, а здесь нет. Там, скорее всего, мы найдем кого-то с практикой решения таких кейсов. У нас вряд ли. Ну, в связи с тем, что мы молодая развивающаяся IT-страна. Вот. То есть, главное у нас здесь... Главное вступление инвестиционной сделки состоит в том, что, выходя в иностранную юрисдикцию, мы сможем починить документы сделки иностранному праву. Это означает, что мы сможем не только больше механизмов и всяких регулярно-комфортивных отношений прописать. Мы еще сможем собраться с вопросом... Мы еще сможем быть уверенными в том, что у нас будет какой-то в случае конфликта между собственным бизнесом мы сможем надеяться на то, что у нас будет какое-то предсказуемое решение суда. Далее мы переходим к второму вопросу сегодняшнего урока. Это белорусская регуляторика. В рамках белорусской регуляторики белорусу нужно решить два вопроса. Ему нужно уведомить МНС о том, что он открыт компанию за рубежом. Это делается достаточно оперативно. Форма уведомления установлена МНС. В ней ничего страшного нет. Ну, такого вот прям. Но если вы собрались его подавать, нужно учитывать, что в этом уведомлении вы указываете дату, с которой вы стали участником компании иностранных. То есть, если вы немножко опаздываете, тут нужно что-то думать. Как вы уже сказали, МНС вы уведомляете в течение пяти рабочих дней с компанией смартфона. Разрешение нацбанка вы получаете на оплату уставного фонда для резидента. То есть, здесь речь не идет о том, что вам нужно получить разрешение на самооткрытие компании. Здесь речь идет о том, что вы когда-то соберетесь оплатить акции этой компании или долю уставного фонда, вам нужно будет получить разрешение на сбанка на проведение капитальной операции. Кратко об ответственности. Ну, как бы, особо ничего страшного нет. Но, как сказать, проще получить, чем потом возиться с ответственностью. Отмечу, что для нацбанка, если случилось так, что вы не получили разрешение его справедливости к ответственности, это не означает, что завтра государственная регистрация иностранной компании перестанет быть действительной, и все сделки этой компании перестанут быть действительными. То есть, это только ваша личная ответственность по физическому лицу. Не получили разрешение, а заплатили штраф. Для резидентов ПВП не актуально, поскольку они могут сейчас в уведомительном порядке проводить капитальные операции. Дальше мы переходим к порядку получения разрешения нацбанка. Здесь ничего сложного нет. Основная история состоит в том, что вы должны четко понимать, сколько времени у вас есть на формирование уставного фонда в другой стране. И могли построить и получить разрешение нацбанка в городе. Где-то вы сможете, ну, где-то уставный фонд может формироваться в один город. Есть случай, например, как в Польше, что уставный фонд при регистрации компании нацбанка формируется всего за неделю. И, исходя из этого, в нацбанке есть две процедуры получения разрешения. Вы можете получить разрешение до регистрации компании, а можете получить после. То есть иностранная компания не создана. Мы собираем проекты учредительных документов, их переводим, пишем ходатайство, в котором указываем, чем ваша компания будет заниматься. Это не какой-то космический бизнес-план. Это буквально одна страница текста о том, чем ваша компания занимается за рубежом, будет заниматься за рубежом, и почему все эти вещи нельзя сделать в рамках Беларуси. Ничего там какого-то кромального космического нет. Документы поддаются на званках, остается 15 дней. Вы получаете разрешение, спокойно регистрируете компанию, оплачиваете уставный фонд. В другом случае, если компания у вас уже есть, тогда нам нужно будет подробить ее легальный статус. Другая история. Чтобы подробить ее легальный статус, нужно брать выписку из торгового реестра. То есть там человек, который ведет вашу компанию, должен будет получить выписку аналог нашей выписки из EGR, о том, что компания создана, с ней все в порядке, она не в ликвидации, не подростки. Эту выписку мы сюда перевозим, тоже ее переводим, переводим за время Беларуси и идем в флаг. Разница в истории небольшая. Она чуть-чуть, если мы идем до регистрации компании, мы чуть-чуть экономим деньги и время, потому что все-таки получить легализованную выписку в другой стране будет чего-то стоить. И как по деньгам, так по времени. Если подытожить, то в целом получение разрешения Насбанка это достаточно долгий процесс. Нам нужно собрать документы, их нужно перевести, перевод может занимать в зависимости от количества документов. В разных странах все по-разному. Более того, что в разных странах все по-разному, но еще и внутри каждой страны разные типы компании, они имеют разный пакет документов, что влечет, ну, как бы, дополнительный трудоставок на их перевод, на обработку перевозка, костирование и так далее. Процесс сам по себе несложный. То есть он заключается просто в том, что этот запрос нужно администрировать, то есть им нужно заниматься. Ангилитики на самом деле немного, просто перевод должны быть грамотными, документы должны быть грамотными, собраны по инструкции Насбанка. Просто долгодайность заключается в том, что мы сначала долго собираем документы, а потом на Насбанк 15 дней их смотрим. А в случае, если на Насбанку потребуются дополнительные какие-то разъяснения по этому вопросу, он отправит нам запрос, вы отправите ответ, и он еще 15 дней будет это рассматривать. Ну, грубо говоря. Если существует стереотипа того, что получить освещение Насбанка нельзя при серьезном инвестировании, ну, можно, не проблема. Главное, чтобы экономическое обоснование было в ряд, и главное, чтобы вы могли четко объяснить Насбанку, ну, зачем вам правда компания нужна, почему она не может то же самое делать с теми. Далее мы переходим к вопросу, к самому главному вопросу создания компании за рубежом осязаемости. Substance – это показатель осязаемости вашей компании, то есть он показывает, где ведется деятельность и кем управляется компания. Почему этот вопрос важен? Этот вопрос важен с точки зрения налога. В мире существует тренд о том, что компания должна платить налоги там, где она работает. Даже в нашем налоговом кодексе 15 статей есть какие-то, скажем так, сведения об этом. То есть если компания управляет собой налоги, то она должна платить налоги. Ну, в принципе, это логично. Посмотреть сложно, логично. Где работает, там, платит налог. При создании иностранного офиса вам нужно понять, что главный посыл в Substance – это ваша компания за рубежом должна быть точно такой же, как была бы компания здесь. То есть, например, у вас здесь есть какой-то ООО, в ней есть директор, который, в принципе, сам себя самостоятельный парень. Решает какие-то вопросы, заключает какие-то договоры. С вами консультируется только по каким-то ключевым моментам, которые мы его устали написаны. Сам может оплатить коммуналку, сам стоит управляющий по счету, сам проводит платежи, сам разговаривает с людьми, поднимает телефон, когда на тот звонит по заказу. То же самое должно быть за рубежом. То есть при структуре иностранного офиса там должно быть все то же самое. Вот эта история стала неактуальной для резидентов ПВТ, собственно, декретом, потому что им разрешили структурироваться за рубежом и участвовать в управлении компанией. То есть для тех, кто ПВТ, наверное, это не совсем актуально. Ну, хотя, как бы, тоже задуматься стоит. О чем было раньше? О чем мы слышали, исходя из слуха? Раньше это просто начиналось, когда все номинальные директоры, акционеры, когда есть просто папка с документами компании, когда вы управляющие по счету, все нормально, будет все контролить и все в порядке. На текущий момент, в том числе в банках инициатив европейских, речь идет о том, что вам нужно создавать реальную компанию за рубежом. У него должен быть реальный директор, который будет сам себе решать все вопросы, которые заботят вашу компанию. У вас должен быть реальный офис, то есть в офисе должны стоять столы и стулья, в него должны ходить люди, там должны быть компьютеры, телефон. У компании желательно, чтобы был сайт. То есть у вас должны быть в этом офисе реальные сотрудники, которые реально приходят что-то делать. Никакой номинальный директор, которому мы отправили документы, он писал и все это забыли. Собрание акционеров, совет директоров, совет директоров, структуривцев, должны проходить в стране регистрации компаний. И это более того, в том числе не просто требование substance, а это еще и вид. Зачастую требование локального права в некоторых странах. Наверное, на Кипре большинство своих директоров должно состоять из местных резидентов. Документы этой компании должны храниться в ее офисе, а аудиты бухгалтерии должны проходить по месту ее регистрации. То есть это должно справиться как данность. То есть у вас не должно быть генеральной доверенности для управления компанией, потому что генеральная доверенность – это вещь, которая позволяет делать все, что угодно, а вы все-таки не директор. То есть здесь история о том, что все должно быть адекватно. То есть имея генеральную доверенность, если вы совершаете в компании любые действия, находясь в другой стороне, значит фактически ей там управлять. Управление счетом должно происходить в стране регистрации компании. То есть если у вас еще, например, счет генеральной доверенности в компании, то это еще нужно управляться из этого. То есть какие-то операции должны оттуда проводиться. Не должно быть такой ситуации, когда вы сидите в Минске, спокойно проводите платежи, распоряжайте счетом, и все в порядке. Ну и как венец всей этой истории, фактическая хозяйственная деятельность компании должна внестись в стране ее регистрации. То есть где он открыл офис, там мы и работаем. Главное в оседаемости… Давай. Вот фактической деятельности, ну если компания занимается IT, у нее продаж не будет. Ну смотрите, крутой вопрос, сейчас будем разговаривать. Если у вас там sales office, например, у вас там должен сидеть продавец. В этот офис на 40 часов в неделю должен приходить продавец. Сидеть продавать, вот в этом офисе. То есть не у вас в Минске, а типа там, а именно там. Если мы говорим, например, про разработку. Принесли цены разработки туда. Будьте добры, туда сотрудникам всех на 40 часов в неделю, или на сколько у вас получается. И это у него вся эта работа. Ну то есть вот в этом идея. Создали там офис, это не просто папка, которую провайдер лежит. Это какой-то реальный движ, там реально что-то происходит, он реально что-то делает. Потому что требования к substance это, как можно сказать, это налоговые требования, это вопрос о налогах, которые больше интересуют ваших контрагентах. Ну то есть, если мы, ну условно, возьмем какой-нибудь условный Кипр. Кипр, substance этот, ну, он, как мне сказать, на Кипрю все равно платит налоги. А скажем немец или американец, который платит туда, и если, например, Германия или США не платит, Кипрю не платит налоги, то у них есть реализованные вопросы. Куда уходит деньги? Кому они идут? В реальный офис или в папку? Если в папку платят налоги здесь тогда-то? Вот в чем фишка САДХОВ. То есть это, как бы, налоговые вопросы от другой стороны, не от той, где вы зарегистрированы, а от той, которая вам платит деньги. Ну, так, если другим вопросом. Извините, пожалуйста, как это все-таки резидентов ПВТ касается или не касается? Эээ, это резидентов ПВТ не касается, но, как вам сказать, это не значит, что об этом не надо выдумывать. Вот просто мой совет как-то. Ну, мне кажется, что даже если это... Это вас не касается с белорусской точки зрения. Но substance это история не только про Беларусь и другую страну. Substance это история про эту страну и про виски. Ну, то есть про иностранный офис наш и про весь мир, который его окружает. Ну, то есть, вот, как-то так. ПВТ снял проблему управления только из Геларуси. Но это не значит, что, ну, как бы, он освободил ответственность и даже из той компании будет управляться где-то. Ну, не значит, что он, как бы, закрыл вопросы, которые будут задавать налоговые других стран. Ну, как-то так. То есть, главный вопрос substance это вопрос управления, кто принимает менеджерские решения по работе компании. И здесь, если мы приходим к тому, что substance от компании нет, мы приходим к вопросу о соглашении об избежание для нового налогообложения. То есть, если, ну, завтра налоговый орган какой-то страны поймет, что он, ну, что какой-то, ваш контрагент отправляет деньги вам просто в папочную компанию, то вам могут отказать в применении нормы в избежание навпас двойного налогообложения. Это, на самом деле, очень важная вещь, потому что часто, ну, если целью вашей компании был налоговый эффект, то, ну, к сожалению, его можно не добиться. Да, даже если и цели не был налоговый эффект, то, в любом случае, оплатить налоги в двух странах, это, ну, не совсем, как бы, резонно. После того, как вам откажут, с другой стороны, есть вариант для начисления налогов и признания ответственности. То есть, это может быть, как бы, в другой-другой стране, где компанию признают налогом президента. Это, таким образом, substance – это вопрос об отзывальности компании, вопрос реальности офиса, который вы создаете за рубежом, и вопрос о том, ну, и вопрос налогов в том числе. Главная тема substance – это определить, кто принимает самое главное решение в работе компании, кто действительно ей управляет, где этот человек находится и существует ли у компания или он в офис сотрудник, или просто папа. Да? Да. Главная тема – это не связано с вами, а реальность тоже уже вы не помогли в этом участвовать, да? Правильно. То есть, поэтому вы не делаете это статистик? Нет, ну, я ещё вам скажу, что, понимаете, тут, как бы, не сказать, что это вопрос только по голову себе, понимаете? Потому что, ну, в санкции – это вопрос, а… Ну, то есть, для нас это упрощает вопрос, то есть, там, не страшно, грубо говоря, там, быть директором и находиться здесь. Вот этот вопрос для резидента КВТ снимается, но, как бы, в целом, вопрос санкнулся. Так, достаточно спорный. Далее переходим к блоку вопросов о взаимодействии с банками при открытии счёта. Что здесь главное? Здесь главное то, что открыть счёт гораздо сложнее, чем открыть компанию. Компания открывается две недели, счёт открывается три, четыре, шесть месяцев. Почему так? Потому что это… Мы проходим, в рамках открытия счёта мы проходим процедуры KYC и IML. Мы взаимодействуем с банком, а банк – это большая структура, которая медленно принимает решения, в общем, медленно взаимодействует с ними. Определения KYC и IML видны на слайде, то есть, ничего в этом сложного нет. Компания от KYC – это политика «Знаю своего клиента», то есть, это просто идентификация личности о том, что вы живой человек, и… ну, процесс идентификации и установления вашей личности. IML – это политика противодействия отмыванию денег, то есть… Сейчас мы об этом будем чуть подробнее останавливаться. В чём история открытия счёта? В рамках открытия счёта для компании банк будет озабочен вопросом бенефициара. То есть, банку в рамках KYC процедуры нужно будет показать бенефициара компании. И на самом деле, банк – это тот орган, который адекватность существования в нашей компании проверит только так. И будет это делать с большим удовольствием. Фишка в чём? Бенефициар – это чуть более общее понятие, чем акционер. Акционер, он напрямую стоит во владении акциями компании, получает от неё дивиденды. Бенефициар – это тот человек, который напрямую акционером может не являться. Но всё равно будет получать какие-то выгоды в деятельности компании. Банк в рамках KYC процедуры будут интересовать именно бенефициар компании. При взаимодействии с банком следует понимать, что банк сейчас, во-первых, может находиться в другой юрисдикции, чем при… Чем компания, то есть, в этом ничего, кому-либо нет. Главное, чтобы юрисдикция компании, юрисдикция банка будут другом дружить. То есть, не было очевидного противонаречия в том, что компания изъявляет, рвать, например, счёт банковский где-нибудь в Европе, где-нибудь подхватить банки. Открытие банковского счёта сопровождает несколько проблем. Это долгое, то есть, это реально долгий процесс. Банк реально долго собирает все документы, он долго их смотрит, он долго принимает решения. В рамках процедуры открытия счёта, некоторые банки требуют личный визит. Банк что? Ну, то есть, вам нужно закладывать затрат на перевёт и коммуникацию с банком. Это достаточно затратный процесс, то есть, это… Ну, поскольку вам нужно будет предоставлять много документов, эти документы должен будет кто-то обрабатывать, с банком кто-то должен будет вести коммуникацию от вашего имени какое-то первое время. И, несмотря на то, что это долго и затратно, это ничего вам не гарантирует. То есть, отказать в открытии счёта могут без объяснения причин. Просто вот без объяснения причин. Ну, поскольку политика банков такая, что, ну, на текущий момент, вам нужно открыть у них счёт, а не у вас, то есть… Дальше, если вы откроете счёт в иностранном банке, у вас будут истории с проведением платежей, то есть, каждая операция должна поддержаться документально, если мы получаем деньги, например, за реализацию… Даже если мы от App Store получаем деньги за реализацию приложения, мы должны показать банку, как это приложение создано, почему она для нас лежит, то есть подтвердить то, что это актив нашим, и с него правоверно получаем деньги. Вообще, в целом, отмечу, что, ну, открытие банковского счёта, на самом деле, достаточно такая противоречивая история, потому что, ну, где это делать просто, где это делать сложно, в Америке это делать чуть проще, чем в Европе. В Европе это делается сложно везде, где ехать, ну, например. в Америке, из-за требований центра банка. Там достаточно долго происходят KYC-инные процедуры. Область проверки банков включает в себя два пакета. Первый пакет стандартный – это KYC, второй пакет – это документы, направленные в подтверждение ваших доходов, то есть это уже AIMI-процедура. В рамках стандартной KYC-процедуры банк просто идентифицирует вас как личность. То есть вы даёте ему копию своего паспорта, копию utility bill – это счёт за коммунальные услуги, и отправляете ему резюме. Через паспорт он понимает, что вы живой человек, через ваш счёт за коммуналку он понимает, что вы живёте в Беларуси реально в какой-то квартире, а через ваши люди. Он понимает обекватность вообще ситуации, можете ли вы компанией управлять, можете ли вы быть бенефициаром конкретной иностранной компании. Так, а вы говорите о ком? О директоре, бенефициаре, акционере? Здесь идёт KYC и AIMI направлены на бенефициаров, ну, то есть на акционеров. Так это на бенефициаров или на акционеров? На бенефициаров. То есть тот, кто не владеет компанией, но будет ведь… Ну, давайте так, мы же всех хорошо надеем компании, сами правильно. Акционер, который является конечными акционерами. Вот, спасибо. Он должен быть акционером или нет? Здесь. То есть проверяют бенефициаров, которые не владеют долями или… Давайте так, проверяют бенефициаров. Кто такой бенефициар, явно потайм. Это тот, кто может не владеть напрямую, но получает дивиденды за деятельность компании. Вот проверяют его, того человека, который реально, ну, этим бизнесом владеет. Так, дальше мы переходим к AIMI-процедуре. AIMI-процедура идёт более длительной, чем KYC, и все отправили в первый пакет документов в банку прошу. Посмотрели, познакомились, вроде все живые, все адекватные. Дальше происходит проверка ваших доходов, то есть… И вы, реально, собираете достаточно грузный пакет документов. Если у вас есть какие-то… Если у вас есть зарплата, вы показываете свою зарплату. Если у вас есть дивиденды, то вы показываете протоколы распределения этих дивидендов в вашу пользу, могут попросить, подзаведить, что вы этой компанией реально владеете, она придёт там, придётся брать выписку из реестра. Если были какие-то крупные завещания, вы показываете эти завещания, показываете своё владение недвижимостью, и показываете, если там, например, были какие-то крупные выигрыши в лотереях, вот для того, что нужно вот это попробовать показать. Ну, то есть, IML-процедура, она направлена на то, чтобы понять, что вы честно заработали деньги, что с вами можно иметь дело, и ничего страшного при открытии счётов, с этим счётом происходить не будет. На этом мы закончим мой новолок на тему. Регистрация странного офиса и создание для него овсязаемости открытия счётов. И мы можем перейти в ваш вопрос. Конечно. Скажите, пожалуйста, можно ли без открытого счёта в той же стойке поселировать эту компанию неегально? Конечно, можно. Смотрите, счёт. Наличие счёта не обязательно для того, чтобы она существовала. То есть, если это холдер, который человек владеет, и вам счёт на объективную причину пока не нужен, то вы не заводите. А какие технологии есть у вас на счёте? Например, вы получаете какой-то будущий сервис, например, где они прямо на 3-две вам приходят? Вот это, к сожалению, вопрос, который вы будете там на месте решать. Ну, то есть, вам прекрасна технология, вы что-то получаете. То есть, каким образом это будет происходить с помощью площадки? Это вопрос, а, бухгалтеры в Эстонии, б, вопрос этой площадке. Да-да. Вопрос, как реализированная компания, в лице не готовы к работе. Прошу прощения. Вопрос, не в лице не готовы к работе, а в лице не готовы к работе. Да. Подробный? Разница. Разница в том, что вы покупаете просто… Ну, вот это такой, как бы сервис провайдеров, они предлагают вам, чтобы вы не тратили время на регистрацию, но у компании вы покупаете, типа, готовую, которая там полгода висит, например, да, просто у них. Ну, тут фишка в чём? Вы экономите время только на согласование названия. Открытие счетов. Открытие счетов? Да. Ну, не скажу, всё равно будет вас проверять. Или вы хотите, типа, со счетом открыть? Ну, выкупить со счетом. Ну… Вы уже с одной счетом взяли. Да. То есть… Нет, ну… Вам, вам не заморозят. Нет, вам… Ему не откажут, вам… Ну, вам просто заморозят счет. Как правило. Есть разные страны, есть разные ситуации. Я вот, например, выберу, например, пару стран Европы, где с этим нужно жёстко, да. То есть, как только в компании поменяется бенефициар, и на нём будет открыть счет. Банк заморозит этот счет. Пока не узнают, кто вы заходите. И почему вы сейчас к этой компании не отъедете. Вот, ну… Как правило, процедура происходит вот такая. Ситуации могут быть разные. Да? Да. В процессе деятельности документ может меняться, а акционер может меняться. Когда вы ходите что-то сообщать? Да. Когда вы выходите… Например, было 100 акций. Продали. Ну, взяли и продали. Прошли много, вы отчитались о том, что… Ну, как можно сказать. Здесь, на самом деле, вы отчитаетесь. То есть, вы… Если вы продали свои 100 акций с доходом, то вы отчитаетесь с белорусской налоговой. Здесь, на самом деле, вопрос предоставления декларации, если мы продали по номиналу, он спорный. Да? То есть, как бы, я не могу, например, 100% ответить, что если вы где-то что-то продали и продали без дохода, то, типа, не нужно там декларацию продавать. Ну, и с этим есть вопросы, как бы, на самом деле. Но, в целом, если продали с доходом, налоговую подадите. Если без дохода, ну, кто-то подает, кто-то не подает. В целом, как бы… Ну, как можно сказать. Кстати, я забыл отметить про налоговый надзванк. Если вы не уведомите налоговую, но сходите в надзванк и получите разрешение, надзванк, налоговую, ваше сведение подаст. Подаст? Подаст. В налоговую все равно будет знать, что вы где-то активны. А налоговую нужно будет идти? А, скажите, а с капитал, что с банком это сейчас или старый, ты предназначен? Больше. Это все равно долго. То есть, как вам сказать. Я думаю, что есть шанс, что будет чуть-чуть легче. Потому что он, видимо, какие-то документы по доходу уже готовил и подавал для ВНЖФ. Ну, например. Может быть, будет легче. Сказать 100%, что да, с ВНЖФ на 70% быстрее. Просто он юридикцию лучше знает. Может быть, как-то ему легче. Скажите, а юридикция для IT-утвительности, в принципе, сейчас более-менее популярна? Смотрите, я не могу на этот вопрос ответить однозначно. Здесь у всех своя задача. Кто-то хочет работать с какой-то платформой и идет в одну страну. Кто-то хочет быть в Энгрибоксе и идет в третью страну. Кому-то просто нужен какой-то владелец маневат-актива, и он его распространяет на обстой. То есть это вот кто-то участвует в акселераторах, там, в Литве, например. То есть тут, ну, сказать об какой-то универсальной юридикции, в общем, для всех, его, к сожалению, не существует. То есть поэтому у всех все пора. Здесь в основном смотрят налоговые льготы. Или зато ВТ. Прошу прощения, что я вас не спрашиваю. Честно. ВВТ просто вот. ВВТ хорошо, но в ВТ можно решить ряд проблем, если твой бизнес оказывает услуги, например, в Литве. Да, я работаю с госсектором. Госсектор никогда не будет работать с белорусской компанией, которая даже в Курте. Потому что ей нужна литовская компания, которая будет ей предоставлять услуги. Не важно там, где сидят разработчики, кто там еще что-то делает. Но ей важно взаимодействовать именно как госкомпании с литовским резидентом. То есть это вот как бы... Ну вот это называется требование контрагента. Да, да. Это вот как бы есть такое. Ну то есть, к сожалению, вот реально не могу сказать, что наиболее... По ВТ популярному. Вот могу сказать, что по ВТ популярному. Ну честно, вот от души могу сказать, что по ВТ популярному. Со всем остальным, ну как-то так. Ну это понимаете, то есть, ну не бывает такого, что сели. Так, что нам еще бы сделать? Пойдем-ка, мы сходим в США. Откроем там компанию и будем зарабатывать. Нет, ну это часто очень реально объективные бизнес-задачи, которые надо решить где-то. И когда реально... Ну, Беларусь уже дает вопрос фулк-катай. Спасибо. Можно подождать? Спасибо. На странах инвестиции очень часто в последнее время иностранные банки попадают также под санкции. Каким-то образом можно правильно реализировать, прежде чем открыть там в том или ином банке расчетный счет, то есть возможность попадания под санкции? Ну, насколько я знаю, даже в отделении Райквайзинга в Европе было консанкции. Ну, это отразилось ли немного приятно на тех частях, которые там были открывающиеся? Здесь история в том... Как выбрать банк? Как выбрать банк? Да. Смотрите, кто владеет. Вот что я могу сказать. Смотрите, кто владеет, а в основном, наверное, больше такой финансовый вопрос по финансовому консультанту. Ну, если передать санкции, то я бы смотрел какой-то банк-младейки, какой-нибудь пасхот, президентство. Вот, это первое. А второе, банки стали злые не потому, что им так захотелось, а потому что у них есть требования Европейского центра банка, и они как бы действуют в соответствии с его требованиями. И проверяют всех в соответствии с его требованиями. То есть, как бы это, ну, и штрафы для банков за приведение каких-то операций, которые не могут быть подтверждены, недостаточного срока. То есть, они, ну, как бы, не просто владелец какого-то банка встал, он говорит, что нет, я сейчас буду всем проверять. Ну, то есть, это объективное требование, исходя из их законов. Ну, есть какие-то списки банков, ну, обладающих недостаточную деловую репутацию, что можно будет с ними сотрудничать? Они боятся, что, как бы, даница может санкнуться или это будет заниматься? Ну, к сожалению, не могу на ваш вопрос ответить. Вот могу дать, дать, посмотреть, кто владеет, а прямо такие списки, ну, если Европейский центр банк скажет, всем, ну, все будут отвечать на равных, скорее всего. Это, ну, как-то сказать, что кто-то более безопасный, ну, где-то более безопасно, где-то, как бы, сложно. Можно смотреть на политику KYC банков. Если банк пропускает всех, кого-нибудь по победе, вот это может быть для вас сигналом. А если жестко, кто сходит в виду клиентов, то, может быть, там будет надежное отключение. Ну, вот какие-то такие вот вещи я могу бы советовать, но прямо конкретно ответить на вопрос, к сожалению. Дмитрий, вот такая стандартная ситуация, когда небольшая белорусская компания имеет клиентов, условно, в России, физические рейсы. И сейчас мы знаем, что есть налог на Google, они здесь на упрощенке, получается там надо регистрироваться, заплатить НДС на инвестиционные услуги, указать там или еще что-то. Вот какое оптимальное решение, может быть, есть готовое для такой компании, как ей свои офисы распределить по этим странам? Ну, в НДС, чтобы от НДС обижать? Да. Не скажу вам, как готовое решение, то есть, к сожалению. К сожалению, ну, у вас все равно будет там реализация. То есть, ну, создавать местное юрлицо, то по вопросу о владении, кто будет владеть, в России и в Белорусской, например. Россия. Это между странами СНГ и есть протокол, мне надо посчитать, кто, где местное реализацию? Ну, если место оказания услуг здесь, вот тогда там плюс 18. О, ну, ну, вот это и 20. Если это разработка, то вам не платят все, а в МДС? Ну да, здесь у МДС нет, они платят импортные на услуги, которые здесь оказались. Здесь вопрос был больше, понятно, что можно платить или там, МДС или там, но есть ли возможность оставаться на упрощенке? Вот, к сожалению, не посвежу, нужно думать, нужно смотреть. Ну так, одно из решений – это там открыть компанию и продать права туда и там уже реализоваться. Ну это… Как вариант. Ну тут, понимаете, историю нужно глубже смотреть, чем занимаетесь, какой продукт, какую бизнес-историю нужно между белорусами и россиянинами сделать. То есть это легенда будет или акционалити будет, ну то есть… То есть, как бы, немного более комплексный вопрос, чтобы оперативную реакцию мы будем использовать ответы. Врачебцы, если они зарегистрированы впрощенка без уплаты МДС, они не являются платежщиками МДС в любом случае, даже если и попадают по протоколу под уплату МДС, ну вот по протоколу. Они не являются, однозначно я тоже не знаю. Врачебцы, еще есть вопросы какие-то? Ага, да, да, да… С ИЗНОМ старости не такое связано. А А… А презентация будет отправляться вот это? Конечно, конечно. Мы проще того вышел. Вместе с видеозаписью, да, я прошу прощения. Коллеги, Дмитрий, я буквально в Крыму слышу очень много вопросов по открытию счетов. Дело в том, что мы буквально недавно с нашим партнером Центробанком обсуждали, может быть, нам что-нибудь, какое-то еще мероприятие сделать, поделиться лайфхаками именно по открытию счетов. У меня просьба, маленький интерактивчик, поднимите руку, кому интересно, я бы пришел бы послушать на семинар о лайфхаках, о открытии счетов за границей. Конечно, надо делать. Спасибо большое. Я бы тогда, если еще есть вопросы, задавайте. Если нет, Дмитрий еще здесь остается, может, кулуарно пообщаться. Коллеги, спасибо за внимание. Спасибо большое. Спасибо. Спасибо.